Бэмс, Степ, джаз у Никитских ворот увековечили оттепель. Тем, кто в зимнюю стужу жаждет оттепеля, известие рекомендует посетить памятник неизвестному стиляги, режиссер-постановщик Марк Розовский. Спектакль театра у Никитских ворот согреет всеми компонентами, включая горячий джаз, зажигательный степ и искрометный конферанс. В аннотации памятник. Назван джазовым шоу, но это скорее приманка для публики, реагирующей на модные наименования. Авторы почему-то постеснялись названия «Ревю», в то время как мультижанровое представление песни, танцы, скетчи, объединенные общей темой вполне соответствуют этому старинному формату. Наши кредо «Живой академизм». Народный артист России Марк Розовский о юбилей театра у Никитских ворот уроках Товстоногова и внутреннем космосе человека. Темой, вернее, фигурой, выступает Виктор Славкин, памяти которого посвящен спектакль. Замечательный драматург и сценарист, ушедший в 2014-м, был автором культовых пьес «Взрослая дочь молодого человека», картина «Серсе», создателем и ведущим телепрограммы «Старая квартира», за которую получил госпремию. По сути, все его творчество напоминало старую квартиру, заполненную дорогими сердцу вещами. «Расстаться невозможно, что с ними делать неизвестно. Остается вспоминать, грустить и радоваться тому, что было». Это и делал Славкин, в 1996-м издавший книжку «Памятник неизвестному стиляге». История поколения рассказывалась через анекдоты, легенды, байки и песни. Название перекочевало в спектакль, как и любовь к тем парням и девушкам, что на исходе мрачного времени слушали и играли джаз, танцевали рок-н-ролл, носили узкие брюки и широкие юбки. Славкин возник на экране, взглянул на зал светлым взором «Как вы тут без меня». Под ликом драматурга развернулось многоплановое действо. Джазовые композиции из репертуара корифеев жанра звучали в исполнении Натальи Корецкой, актрисы с хорошими вокальными данными и приятной манерой. Но Корецкая все же не певица масштаба Эллы Фицджеральд, поэтому экранное появление джазовой легенды с ее неповторимым голосом отчасти обесценило усилия исполнительница. Грузинский гость Тимур Иванишвили, ревью жанр открытый, волей постановщика ни с кем не конкурировал, и зрители по достоинству оценили его благородный бас, сценическое обаяние, песню «Отбилиси», спитую на родном языке, и реабилитированный в опуху оттепили случайный вальс. Зал подпевал и подбадривал Марка Розовского. Худрук театра оставил свой пюпитр конферансье, подхватив на тур вальса даму, которой посчастливилось занять место в первом ряду. Розовского тоже можно считать объединяющей фигурой вечера. И не только благодаря его воспоминаниям и куплетам, но и непосредственной причастности к стиляжной оттепельной эпохе. Он был основателем и руководителем театра студии «НГУ Наш Дом», где взошла звезда Славкина и практиковались ревью на злободневные темы, из которых вырос впоследствии КВН. О репертуаре дома напомнил скетч в исполнении Александра Кудряшова и Никиты Сюсюкина. Актеры задались вопросом, что лучше, целеустремленно, не отвлекаясь на подробности, двигаться к цели или радоваться жизни и не сильно торопиться. Второе нравилось стилягам, но не нравилось партии комсомолу, вступившим в непримиримую борьбу с чуждыми элементами, сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. В памятнике о ней рассказывает стиляга «Бэмс», в миру Станислав Куприянов, приятель Славкина, воспоминания которого он в свое время записал. В роли «Бэмса» Павел Юнковский, и это, пожалуй, главная удача спектакля. Откровение стиляги артист-универсал сопровождает гитарным отыгрышем и соло на ударных. Атмосферу эпохи передает мастерским степам. В помощь ему танцовщики тэп-шоу «Фляп», безотказно питающие спектакль драйвом и энергетикой. Правда, заканчивается все расслаблено медленным пластическим этюдом. Постройка памятника, даже не рукотворного, дело хлопотное, но перспективное. На московской сцене появился спектакль, гарантирующий отличную посещаемость, на памятнике не заскучаешь, и, что важно, образовательный эффект. Эпоха оттепели уходит все дальше, рожденных ею стиляг все меньше, а интереса к этой странице нашей истории все больше. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова